Всем привет! Сегодня поговорим о том, что можно сделать ужасного с глоксинией, кроме как в период покоя выкинуть клубень. Не зная о том, что это растение нуждается в периоде покоя, сна и 2-3 месяца в год просто ничего не делает. Просто клубень остается здоровой и невредимой, и из него глоксиния просыпается снова. Но не все об этом знают, иногда глоксиния отправляется в помойку, как это не обидно, как раз в это время. Ну и второе, что можно сделать с ней, это ее залить. Больше, мне кажется, никак нельзя убить глоксинию, потому что она неубиваемая, но залить ее возможно. Причем иногда совершенно непонятно, как это произошло. Казалось бы, все глоксинии получали одинаковый уход, один и тот же грунт. Но почему-то я заметила, что одна теряет тургор, у нее вот так вот висают листики, появились бутоны, но нет сил их набрать. И что-то происходит с клубнем, совершенно точно. Эта глоксиния у меня была выращена из семян 4 года назад, еще в период ковида, когда я стала увлекаться растениями. И много чего сажала из семян, от нечего делать, сидя дома. Так вот, уже 4 года этому клубню, он большой, и все остальные глоксинии у меня продолжают свистеть. Я их размножаю, и листики, и детки, и взрослые уже цветущие их дети у меня есть. Ну вот что-то с этим клубнем случилось, ну что-то произошло. То ли он чем-то заболел, то ли глубина посадки, тут как-то он слишком глубоко оказался в земле, тоже не подошло это растению. И такое ощущение даже, что вот она стала избавляться от старого клубни, и как будто стала уже наращивать новые. Потому что вот такой, я ее срезала прям практически под самым корешок, и увидела, что есть такое уплотнение в конце перед клубними, как будто бы уже наращивается новый клубень. Но, к сожалению, он тоже немного подгнил. Основной клубень подгнил основательно, я уже его выбросила. Вот, но глоксинию мы не потеряем ни в коем случае, сейчас я вам покажу, что можно с ней сделать. Вот этот вот маленький клубенек я таки отрежу, потому что непонятно, завалил он или нет. Я его посажу в отдельный пакетик с грунтом, и буду за ним наблюдать, как он будет себя вести. Ну а остальные листики мы укореним. Все, которые там висли, потеряли турбур, практически завяли, это можно все установить. Кладу это в контейнер с водой, также буду укоренять макушку, тоже ее положу в контейнер с водой, и когда она придет турбур, достану ее, обсушу, и буду укоренять стаканчики. Сверху надо будет накрыть пакетом, надеюсь, что все получится. Вот леечкой такой поливаю, уже стараюсь не мочить листья. Ну, как вы знаете, листья вообще глоксинием не стоит мочить, это также может вызвать процессы вот эти гнилостные. Но в крайних случаях форс-мажора, когда листики вот такие вялые, им обязательно нужно набраться сил, и вот их тогда можно в воде отмочить, но потом уже нужно их обсушить, и дальше можно будет укоренять. Листики в результате у меня пролежали всю ночь в воде, стали такие жирненькие, упругие, и готовы к укоренению. Я их сейчас тоже обсушу салфеткой и буду укоренять обзип-пакеты. Сейчас покажу, как я буду это делать. В зип-пакетах практически 98% листьев укореняются успешно. Бывают иногда какие-то отдельные листики, которые не хотят почему-то укореняться, но достаточно редко. Тоже вот увидела в интернете, и мне понравился этот способ, стала его тоже использовать. Соберем зип-пакет, грунт я беру универсальный или цветочный, покупной грунт, и его перемешиваю с вермикулитом. И на большие листики беру столовую ложку смеси, на маленькие листики, может быть, полторы-две чайных ложки вот этой смеси. И кладу в пакет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok И вот таким нехитрым способом мы обрабатываем каждый листик Закрываем пакеты, подписываем И дальше я ставлю в коробочку, так елочкой ставлю туда листики Чтобы на каждый попадал свет Ну это не необходимость, но все-таки свет в какой-то мере должен присутствовать Не обязательно хорошая освещенность, но какая-то нужна И обычно где-то месяца через 2-3 эти листики дают детку Но не всегда Иногда они могут долго сидеть в пакете и что-то думать Некоторые советуют уже обламывать листик после того, как он месяц просидел в грунте Это стимулирует уже образование, появление детки Но я, честно говоря, этого не делаю Листиков у меня много И я им даю каждому жить своей жизнью, развиваться в том темпе, в котором он хочет То, что каждое растение индивидуально Ну, таким образом, вот мы спасли нашу глоксинию Из нее получится теперь штук 10, наверное, новых Вам спасибо за просмотр Удачи вам и вашим растениям Прекрасных садов на балконе и где вы только захотите Это был сад-огород на балконе И ролик о том, как спасти глоксинию, если вы ее почему-то залили Субтитры создавал DimaTorzok